Музыка Более 9 тысяч юных одесситов пришли в школу в первый класс. С чем, конечно же, поздравляем их и их родители. Впереди очень сложный путь. Хороших вам оценок, здоровья, удачи. И самое главное, то, что мы желаем сегодня друг друга, это мирного неба. Из 9200 первоклассников украинский язык языком обучения выбрали 51%. 49% будут говорить на русском. Русский язык обучения в прошлом году предпочли 53%, то есть на 4% произошло снижение. Но 1 сентября день знаний сегодня состоялся в торжественной обстановке не для всех. В 8.30 утра 1 сентября приемной ректора Одесского государственного университета внутренних дел поступило сообщение от неизвестного, естественно, о заминировании. Таким образом, торжественная линейка у будущих правоохранителей не состоялась. Ну, как говорится, пусть учатся ратному делу с корабля на бал уже с первого курса. И неутешительные новости приходят с востока нашей страны. Силы АТО отошли от аэропорта Луганск. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорин Шкиряк. И сегодня главная задача – это Мариуполь, сохранение Мариуполя как форпоста южных рубежей нашей страны. Как я и обещал в предыдущем блоке, будем говорить о выборах Верховной Рады Украины. В этой студии ничего удивительного в этом нет. Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. Как сказал наш оператор, святой человек. Скорее всего, он имел в виду, что Толя у нас самый большой, наверное, эксперт по выборам Верховную Раду. И не только Верховную Раду, но, конечно же, органов местного самоуправления. Толя, добрый вечер. Добрый. Я первый вопрос, который задаю нашим гостям, моим гостям в этой студии. Если мы даже говорим образование, выборы Верховной Рады, как вот эти все мероприятия могут проходить на фоне той ситуации, которая сложилась сегодня в Украине? Я понимаю, что выборы провести необходимо. По вашему мнению, как человека-эксперта, состоятся ли эти выборы? Потому что, ну, сроки, во-первых, очень сжаты, ситуация, мягко говоря, непростая. Но выборы проводить, тем не менее, необходимо. Ну, абсолютно справедливое замечание. Как бы ситуация крайне сложная, и выборы будут, ну, очень экстремальные, даже более экстремальные, чем выборы президента. По одной простой причине. Потому что выборы президента – это, как говорится, это один приз. И в основном выборы президента происходят в Киеве, в студиях ток-шоу. Ну, там максимум кто-то какие-то экшены по регионам устраивает с личным участием. Ну, это бывает довольно-таки редко. Да, довольно-таки редко. В принципе, соревнуются, на самом деле, давно известные персонажи с давно известным бэкграундом, с какой-то историей и так далее, и так далее. То есть, это все как-то нас не настолько цепляет. А вот выборы парламентские, особенно, когда есть мажоритарная составляющая, это же 225 человек по списку в парламент, и еще около 200. Почему около 200? Потому что, ну, в Крыму никак оно не будет. Около 200 призов в округах мандатов, за которые непосредственно идет борьба на листах. И все вот эти желающие получить мандат народного депутата, они, конечно же, сейчас хлынут в регион, и мы уже видим, наблюдаем наружную рекламу. Абсолютно. Причем, не стесняясь, в средствах и в методах, как это ни прискорбно. С точки зрения юридической, выборы провести возможно. Почему? Ну, потому что по спискам вообще, на самом деле, так как и с президентом, как бы это цинично не звучало, независимо от того, какая часть страны проголосует, выборы по спискам, они легитимны в любой ситуации, поскольку юридически у нас порога явки нет. То есть нет какого-то минимального необходимого количества избирателей для признания этих выборов легитимными. Что касается мажоритарки, тут, конечно, есть проблема, и, конечно, те места, которые ранее были закреплены за крымскими депутатами, те места, которые будут закреплены за теми округами, в которых происходит антитеррористическая операция, они, скорее всего, останутся вакантными. Но тут, на самом деле, тоже нет какой-то критичной проблемы, юридической, я подчеркиваю, только с юридической точки зрения, поскольку, как только на этих территориях будет возможно провести выборы, можно провести до выборы и доукомплектовать парламент народными избранниками. Но, конечно же, несмотря на то, что с юридической точки зрения выборы провести можно, с общественно-политической, конечно же, будут возникать вопросы, что там часть избирателей не смогла проголосовать, не имеет своего депутата и так далее. Этого, к сожалению, не избежать, но вряд ли по-другому может быть в той ситуации, в которой мы находимся. Причем, даже если бы не было войны на Востоке, все равно бы вопрос Крыма, он бы педалировался. Уйти от этого можно было только одним способом, это изменить избирательную систему и ввести либо чистую пропорционалку, либо открытые партии. С другой стороны, смотрите, сегодня мы наблюдаем такую ситуацию, она, конечно же, вызывает удивление, это как минимум, генеральный прокурор Украины назначает прокурора крымской автономии. То есть, может, как-то можно было выйти из ситуации с парламентариями, хотя, ну, вряд ли, по крайней мере, юридически. Да, там очень большой вопрос, кстати, вы подняли очень серьезный вопрос. На самом деле, не только есть прокурор Крыма. Насколько мне известно, номинально существуют и другие чиновники, там, глава МВД Крыма и так далее. Все они находятся в киевских кабинетах на немаленьких зарплатах. Это отдельный вопрос. Зачем это необходимо? Есть такая форма в распоряжении. Может быть, один прокурор Крыма и нужен, а все остальные, ну, как бы, дальше аппарат. Этот вопрос хорошо было бы, чтобы журналисты исследовали, потому что, ну, зачем аппарат, если нет, как бы, территории. Может, этот прокурор и нужен, чтобы сдавать распоряжение. Хотя, опять же, можно было бы поменять регламент, юрисдикцию и вменить в обязанность генеральному прокурору или кому-либо из его заступников издавать какие-то документы по Крыму. Пока такая ситуация. Ну, неважно. То есть, что касается депутатов, была одна, был один план, на самом деле, конечно, спорный, но был. То есть, формально к крымским округам прирезать кусочки Херсонской области. И, таким образом, де-факто, как бы, на этих бы кусочках состоялись бы выборы, депутаты были бы избраны. Но, на самом деле, вопрос очень спорный, скользкий, потому что, ну, сколько там можно прирезать. Это, грубо говоря, до 10 тысяч избирателей. И оно все равно вызывало бы вопросы. Хотя, конечно, ну, сделать теоретически так можно было. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, поможет ли Кивалову вхождение в Верховную Раду, воскресшая его морская партия, наличие девяти ее членов в нашем горсовете, или его спасет членство в Венецианской комиссии? Ну, вот такой вопрос. Я думаю, что членство в Венецианской комиссии уж точно никак Сергея Васильевича не спасет, потому что, ну, как минимум, очень небольшое количество его избирателей, я думаю, представляет себе, что это за орган, чем он занимается. Ну, вряд ли это будет определяющим фактором в их глазах для избрания. Что касается морской партии, ну, знаете, тут мы сейчас входим в такую область прогнозов, и это как гадание на кофейной гуще, но мне кажется, что, как бы, ну, вряд ли это тоже, только лишь одна морская партия может вытянуть Сергея Васильевича в Верховную Раду. То есть это может быть каким-то дополнением, дополнительным атрибутом, дополнительной, как говорят эксперты-технологии, фишкой, которая может дать какое-то количество голосов. Ну, по крайней мере, сымитировать, знаете, некий такой политический вес. Вот, да. Ну, всегда. И пытаться зацепить одесситов за живое. Морская партия, море. Ну, как бы, не более того, но эту карту еще нужно разыграть. И плюс, я думаю, что намного более определяющим будет то, кто против Сергея Васильевича будет идти по Приморскому округу. Потому что, если это будет Эдуард Гурвиц, ну, Сергей Васильевич, наконец, столкнется с достойным противником. Если это будет кто-то меньшего калибра, другой вопрос. И вопрос, как себя будет вести административный ресурс по отношению к Сергею Васильевичу. Будут ли ему мешать, будут ли ему помогать, не будут, просто ли пустят на самотек. Ну, еще один округ, который, это старые кадры, да, но на новый лад, как говорится, это Гончаренко, Марков и Вадим Черный, это Киевский район. Есть ли сегодня, изменилась ли вообще ситуация по сравнению с 2012 годом у этих кандидатов, возможно, кандидатов на мандат народного избранника? Ну, ситуация изменилась, потому что... Гончаренко сегодня председатель областного совета. Совершенно верно, и представитель президента. То есть, вопрос, конечно, опять же, с административным ресурсом. Если в 2012 году административный ресурс был однозначно против него, то сегодня вопрос, потому что, с одной стороны, он представитель президента, но, с другой стороны, назвать отношения со стороны мэра и губернатора к нему особо лояльным, ну, сложно, конечно. Другая ситуация, что конфигурация, вот если исходить из озвученной вами, то конфигурация другая, потому что Игорь Марков, он в Москве и вряд ли вернется, а Олег Марков, ну, это не Игорь Марков, не по ресурсам, не по узнаваемости. Он может, конечно, рассчитывать на свою фамилию, но, с другой стороны, Гончаренко может запустить какую-нибудь технологию для того, чтобы объяснить избирателям, что это не тот Марков. Плюс в средствах массовой информации уже проходят сообщения, что якобы Олег Марков задерживался правоохранителями по обвинению в сепаратизме, и тут он может просто не дойти до избирательной кампании. Поэтому, конечно, если брать вот эту сторону, ту сторону вопроса, то для Гончаренко ситуация несколько комфортнее. Но это сейчас, пока мы не видим же всего расклада. Да, 26 октября все может поменяться. Да, даже раньше. Даже раньше. Закончится регистрация, на самом деле, только после этого можно обсуждать какие-то шансы, потому что мы же не знаем, кто может зайти на этот округ, зайдет какой-нибудь тяжеловес. И на этом все закончится, если еще договориться с администрацией президента. Анатолий, смотрите, ряд экспертов считают, что те люди, которые находились в нынешнем парламенте, распущенном президентом, они виноваты в том числе и в военных действиях на нашей территории. И то, что выборы проводятся по мажоритарке, скорее всего, мы там увидим знакомые фамилии, возможно, там Ефремова или еще кого-то из бывших хозяев Донбасса. Не кажется ли вам, что это является как минимум моральным преступлением перед украинским народом? Я с вами абсолютно согласен. Более того, знаете, я с определенной печалью слышу сообщения в СМИ, что чуть ли там не некоторые политические силы, которые, казалось бы, должны быть новыми, они собираются двигать по мажоритарным округам в Одессе депутатов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января. Поэтому в этом, конечно, проблема мажоритарной составляющей, что меньше фильтров и меньше возможности ограничивать доступ вот таких вот людей к избирательному процессу. В этом плане, конечно, открытые партийные списки, они были бы лучше, потому что партия конкретно фильтрует, и самовыдвиженцев нет. И тогда, если партия себе позволила таких людей в список взять, то для избирателя абсолютно четко и понятно, что с этой партией делать и как реагировать. Но я еще раз подчеркиваю, я считаю присутствие таких людей в избирательной гонке аморальным. И я считаю, что наша с вами задача объяснить избирателям не столько пофамильно, сколько, в принципе, по критериям, о критериях того, за кого голосовать нельзя ни в коем случае. Голосовал за законы 16 января, которые должны были сделать Януковича пожизненным диктатором. За тебя нельзя дальше выбирать, потому что ты готов был отдать нас в рабство. Поддерживал, спонсировал террористов, боевиков на Востоке. Аналогичная ситуация. То есть самый главный фильтр во всей избирательной системе – это люди, те, кто опускает бюллетени, и нам очень важно его правильно настроить. Что касается финансовой составляющей избирательной кампании, уже сегодня мы можем отмечать, что возможные кандидаты на мандат уже нарушают законодательство. Раздача пайков и же с ними. Вот такие нарушения, насколько они повлияют вообще на ход избирательной кампании? Потому что мы каждый год, каждый выбор говорим о том, что включите мозги, думайте не только пайками, думайте о будущем страны, о своих детях, тем не менее. Даже дошли до того, берите пайки, голосуйте так, как вы считаете, по совести, по уму. Все равно голосуют за пайки. Все равно. Как в этот раз будет? Ну, опять же, на сегодняшний день однозначно сказать никто не может. Потому что оно может играть как в плюс, так может играть и в минус, если граждане действительно реагируют на это правильно и сознательно. Конечно же, технологи делают практически все, на что им дает деньги кандидат, в надежде получить хоть какой-то результат. И тут они будут использовать любые альтернативные методы, не особо разбираясь, только лишь бы добиться необходимого результата. Но мы-то с вами должны осознавать, что человек, которого мы делегируем в Верховную Раду, он должен отвечать определенным моральным ценностям. Никто не говорит о том, что он должен быть абсолютным ангелом. Ну, с нашим обществом, наверное, такое невозможно. Но соблюдать законы он обязан. Потому что если он сегодня, я всегда говорю, вот мы не любим, общество очень негативно относится к такой категории водителей, как мажоры. Почему? Потому что они плюют на правила дорожного движения, они плюют на безопасность, я не говорю интересно, они плюют на безопасность других участников дорожного движения. Что еще хуже? Да, они готовы нарушать, так лишь бы им было удобно. Так это то же самое, та же модель поведения, как ведут себя кандидаты, которые нарушают избирательное законодательство. Это мажоры, которым абсолютно наплевать на всех остальных участников этого процесса, наплевать на избирателей, наплевать на кандидатов, которые готовы соблюдать избирательное законодательство, лишь бы залезть в Верховную Раду. Так давайте каждый сам себя спросим, готовы ли мы отдать свою голос за мажора, которому абсолютно все равно, какими способами зайти в Верховную Раду, и можем ли мы рассчитывать, что если он не перебирает способами на пути в Верховную Раду, что он будет в Верховной Раде перебирать способами и соблюдать какие-то наши с вами мифические права, если он сегодня закон не готов соблюдать. Поэтому я считаю, что самым главным оружием в борьбе с нарушениями кандидатов это должно быть общественное порицание, осуждение и отказ голосовать за такого кандидата. Причем говорить им надо это в лицо на встречах, что, дорогой, ты нарушаешь, мы об этом знаем, мы за тебя голосовать не будем. Только тогда они прекратят нарушать. Только тогда. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения, я немножечко, может быть, не по теме. Но то, что вы сейчас сказали, знаете, вот если сравнивать с дорогой, то когда мажор лезет, ну вы, наверное, сами все за рулем понимаете, да, то другие люди его просто не подпускают. Вот ты там дурак и мигает, как дурак на повороте, поворотник или свинный. Ну и пусть мигает. То есть будут лезть вот эти всякие кивалы и тому подобное, ну и пусть себе лезут. Не пропускать, да, все, гречку. Вот видят, кто там гречку масло раздает, на голову высыпали эту гречку маслом облили, еще и морду надеть, нечего цаскаться. А вопрос у меня по-другому немножечко, по-другой теме. Ну я только что услышал, что в этом самом, в славной Белоруссии, что нам повешали на тему того, что Луганду не оказывается, не собираются выходить из состава Украины. А мне такой вопрос, а зачем оно нам надо? Может, у меня есть смысл оградиться, ощетиниться всеми стволами, пусть они сидят в своем заповеднике, местных сепараторов, желающих такое же себе чудо, туда же вправлять, на передовспитание. Вот будет вам глава Крым и Антония, пусть там в чувство приходят идиоты. Ну вот такой по-одесски эмоциональный вопрос прозвучал, Толя. Ну действительно, немножко не по теме, тем не менее, существуют такие мнения о том, что переселенцам нечего здесь сделать, в Одессе в частности, да, и то, что надо вот эти две территории, два украинских региона отделить от Украины. Хотя вот то, о чем сказал наш телезритель, такое существует. Якобы сепаратисты не хотят выходить из состава Украины, хотят просто больших прав. Потому что никто никуда не хочет принимать. Да, во-первых, да, и после того, как они убивали наших военных, наших мирных граждан, мы вообще не знаем, как с ними можно в каких-то условиях договариваться. Это очень дискуссионный вопрос, на самом деле он сейчас возникает у многих головах, не только у простых граждан, и эксперты об этом говорят. И я в июне еще был на одной встрече в Киеве, тоже этот вопрос поднимался. Но знаете, я думаю, что этот этап пройден. После всего того, что произошло, я думаю, что мы не имеем права и не можем, потому что какие теперь территории отдавать? Ну это очень... Им отдавать на откуп всю Луганскую и Донецкую область, они же меньше не захотят. Я скажу больше, они захотят и Одессу, и Херсону, и Николаю. А вот это вот второй вопрос, потому что если у них пройдет это один раз, они будут дальше это раскачивать по всей территории. У нас в Одесской области и в Николаевской, ну в Херсонской ситуации чуть может быть покрепче. То есть как бы вторая проблема, это то, что если один раз не дать по рукам, оно же будет расползаться дальше. Я думаю, это надо было сделать еще с ситуацией в Крыму, и тогда, возможно, от этой заразы довелось бы избавиться более такими спокойными методами. Я просто думаю, что сейчас наше руководство, оно не может для себя определиться. Бороться, воевать или сдаваться? Я сейчас не говорю, что более правильным. Я просто говорю, что мне кажется, что они находятся в этой ситуации, и вот именно этим объясняется определенный ступор. Потому что... Ну торможение некоторых процессов, в том числе и военных, и экономических, и социальных. Да, ну как бы ты же военный человек. Огромные скопления броневой техники противника. У нас нет тяжелой авиации, у нас высотных бомбардировщиков, у нас нет ракет, точка У была на параде. Это в принципе, это можно было бы ликвидировать, ну как бы нанести мощный удар можно было бы, но мне кажется, что они понимают, что это определенная точка невозврата, и они сейчас колеблятся, переходить этот Рубикон или не переходить. А вот Рубикон с выборами в Верховную Раду. В принципе, с этого вопроса, наверное, надо было начинать нашу беседу. Насколько сегодня выборы вообще актуальны, учитывая, что мы ведем войну и финансовые средства необходимы на поддержание обороны? На самом деле, я бы на месте президента так бы не спешил. Я бы с выборами немного повременил. Я абсолютно согласен, и я не единожды говорил и настаиваю на этой позиции, что тот парламент, который сегодня есть, он, во-первых, неполноценен, не в полной мере дееспособен. Во-вторых, что может быть даже более важно, эти люди должны понести политическую ответственность, основная их масса за все, что они творили вместе с Батей, вместе с Януковичем. Это однозначно. Но вопрос в том, зачем нам нужны перевыборы парламента. Во-первых, привлечь их к ответственности — это одно. Но более значимое, и это включает первый вопрос, нам выборы в парламент нужны для обновления политической элиты. А для этого нам, во-первых, нужно другое избирательное законодательство, новое. А во-вторых, нам нужны, конечно, более благоприятные условия, чтобы общество могло действительно более полноценно сосредоточиться на парламентских выборах, поскольку сегодня, конечно, да, мы пойдем на избирательные участки, но в голове все равно у нас будут сводки с фронтов в первую очередь. Поэтому я бы на самом деле, я бы повременел. И, по моему мнению, один, два, три месяца, четыре месяца в этой ситуации критично ничего не решали. То есть попытаться закончить ситуацию на Донбассе, принять новый закон и идти на выборы. Хотя бы ту самую активную фазу, о которой мы говорили. Да, либо, по крайней мере, понять, что ситуация на Донбассе, она, к сожалению, на ближайшие несколько лет как-то локализовать. Ну и тогда уже да, тогда уже идти на выборы. Ну просто президент еще, я так понимаю, оказался перед проблемой скоропорта недолговечности политических рейтингов. Я так понимаю, что, скорее всего, он опасается за то, что... И не только он. Давайте тут будем честными, поскольку решение о перевыборах — это определенный консенсус. Если бы оно критично не было кому-то выгодно, то его бы заблокировали. Поэтому они боятся потери рейтингов и поэтому спешат... Поэтому обусловлена такая определенная спешка. Лучше его скрывать, мы понимаем, что Порошенко хочется встроить. И абсолютно это я понимаю, да, парламент, его политическую систему. Петра Алексеевича Порошенко. Он хочет получить дополнительно, он хочет улучшить свои позиции в парламенте. Я не знаю, насколько у него получится 226 голосов только под свою фракцию собрать. Сомневаюсь я в этом. Но, по крайней мере, более выгодную для себя, более удобную конфигурацию, с кем можно было бы договариваться. Однозначно, да, я так понимаю, это его цель. Мы тоже хорошо понимаем, что сегодня очень большая нагрузка ложится на Центральную избирательную комиссию. И понимаю, вы об этом тоже говорили, что там ушется, да, трошка, помягче так бы сказать. Я хочу сказать, вообще, вот Центральная избирательная комиссия, насколько комфортно, если вообще об этом можно говорить, будет чувствовать себя на этих выборах? Ну, комфортно на этих выборах себя не будет чувствовать никто. Сейчас речь не идет о комфорте. Сейчас речь идет о том, чтобы это все состоялось. Потому что досрочный выбор — это всегда стресс. В таких условиях это стресс вдвойне. Поэтому очень много вопросов с организационной точки зрения. Я надеюсь, что буквально завтра, максимум послезавтра, в Верховной Раде будет проголосован законопроект, который гармонизирует сроки проведения избирательной кампании. Потому что у нас на выборы 60 дней отведено, а все нормативы, все сроки остались с очередных, с полноценных, с 90 дней. И, например, у нас первые заседания окружных избирательных комиссий должны состояться в период с 5 по 8 сентября. То есть у нас кандидатов еще нет, которые должны были бы делегировать членов окружных избирательных комиссий. А они уже должны работать. А возникает вопрос, зачем они будут работать, если еще нет кандидатов или бюллетень. То есть в сегодняшней ситуации, я не буду вдаваться в очень такие подробности, в сегодняшней ситуации на печать бюллетеня остается 17 дней. Хотя обычно центральная избирательная комиссия на это необходима 33. То есть в два раза больше. Поэтому законопроект Верховной Рады внесен, который должен привести в какой-то нормальный вид сроки. И тогда часть вопросов, она, конечно, решится. А если не решаться, если эти элиты, которые, ну тяжело их назвать вообще элитами, они не договорятся в итоге. Все равно по каким-то деталям, которые повлияют на выборы. Ну, такого исключать нельзя. Но я надеюсь, что тут проблем серьезных не должно быть. Потому что на самом деле для них очень болезнен вопрос избирательной системы. Барьера политический, который регулирует вопрос их прохождения или непрохождения Верховной Рады. Момент данных сроков для них в принципе никакой роли не играет существенная. И я надеюсь, что хватит здравомыслия, чтобы за это проголосовать. Ну или они сами сорвут выборы, что для них тоже чревато. Потому что нет гарантии никакой, что следующие выборы, которые все равно рано или поздно состоятся, будут проходить по комфортной для них смешанной системе. Для них наоборот интересно сейчас все-таки эти выборы провести, чтобы хоть кому-то попытаться попасть назад. Потому что если потом, не факт, что им что допустят, чтобы осталась старая система. Сможем ли мы, по вашему мнению, увидеть в новой Верховной Раде, в новом парламенте новые политические силы? Я понимаю, ситуация поменяется еще. Нет, новые политические силы мы увидим однозначно. Вам социологи уже в принципе... Уже обозначили. Да, уже обозначили. Достаточно, если говорить о новых, то достаточно большие шансы прохождения у Ляшка. Ну, Тегибка сильная Украина, насколько она новая. Ну, если считать, что как бы... Ну, бигборды точно другого цвета. Да, да, да. То есть, как бы, у них тоже достаточно хорошие шансы. Это я говорю о новых. Понятно, что старые, те, кто есть на арене, они тоже в обойме. Но вопрос качества этих политических сил и вопрос... Ну, партия Петра Алексеевича, конечно, тоже же новая. Вот. Вопрос качества этих политических сил и вопрос качества людей, которые пройдут в эти списки, большой вопрос. Потому что, ну, я, например, не знаю, кто занимается партией Ляшка в Одесской области. Я специалист. А я думаю, что остальные... И кто будет баллотироваться от него по Одесской области, и кто пройдет Верховную Раду, ну, если пройдет, тоже огромный вопрос. И финальный на сегодня вопрос. Наверное, рано его буду задавать. Тем не менее, спрошу. Выборы местные органы власти, местное самоуправление, естественно, всегда выборы Верховную Раду, они проецируются на эти выборы. И каким-то образом их подталкивают. Местное самоуправление. Будут ли выборы вообще, как таковы, в следующем году? Ну, согласно законодательству, да. Вот тут качество будет ли на местах? Вот тут вопрос, опять же, в законе о выборах. Потому что, если у нас останется тот закон, который создавала партия регионов для того, чтобы монополизировать максимально власть в местных советах, то, конечно, это будет существенный барьер и существенное препятствие для обновления состава местных советов. Если, я надеюсь, что мы общими усилиями все-таки заставим закон поменять, ну, это легче. Потому что народные депутаты смогут с большей охотой пойти на создание проблем своим братьям меньшим, чем себе. Поэтому я думаю, что тут общими усилиями больше шансов все-таки заставить принять тот закон, который будет нам гарантировать максимальное качество местных советов. Спасибо огромное. Я напомню телезрителям, гостем нашей программы в прямом эфире был Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. Мы говорили о предстоящих выборах в украинский парламент. Посмотрим, чем оно все закончится. Толь, спасибо огромное. До встречи через несколько минут снова в этой студии и снова в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!